Здоровки, Амиком! Рад приветствовать тебя на канале Амик Год. Погнали, посмотрим видосик. Здрасте! С вами Даня Крассер и команда Билдно Бомбс. А также Евгений Матвеев и мастерская Питстоп. Потерялись немного? Ну, вообще-то на то и расчет. Но это все не просто так. Как же странно тебя видеть, Матвеев. Для полного понимания контекста сегодняшнего видео, я вам крайне рекомендую посмотреть новогодний выпуск Дани. Для того, чтобы вы полностью понимали вообще, о чем здесь сегодня, в общем-то, разговор будет. Ну, а для тех, кому лень смотреть... Совершенно другой человек. ...смотреть видос, я вкратце объясню, что весь видос рассказывается про виды пневмоинструмента. И поскольку мы друг друга смотрим систематически, периодически и регулярно, полюс ко всему, мы общаемся в личке на разные темы, здесь, в частности, меня триггернул один единственный момент, который касается пневмогайковерта. Я думаю, никто не будет спорить, что пневматический гайковерт мощнее своего электрического собрата при примерно одинаковом весе. Что? Еще как будет! И в первых рядах буду я, потому что у меня, в частности, диаметрально противоположное мнение по данному вопросу. И оно подтверждено, в первую очередь, практикой. Но здесь важно было мне лично разобраться в том, а на чем же на самом деле базируется мое мнение. И выяснилось, когда я покопался в голове, что это ничего, кроме субъективных ощущений. Видите ли, в чем дело? Я держал в руках и то, и другое. И плюс ко всему, у меня огромный... Реально очень, очень вызывает дистанция. Я не могу, подожди. У меня в голове что-то сейчас перестраивается. ...опыт работы пневмоинструментом. Куда не... Слишком, слишком сложно. И хоть и нету наклеек на его винтоверте, но так уж вышло, что у меня есть такой же точно. И поскольку он у меня регулярно в пользовании, я очень быстро определил, что это DCF887. И вот здесь, если посмотреть, допустим, на сайте, то можно увидеть, что максимальный крутящий момент у него составляет 205... Реклама, реклама пошла. ...ньютон-метров. Он противопоставлял гайковерт Ice. Заявленный крутящий момент у него был 680 ньютон-метров. То есть получается, что сравнивалось несравнимое. Но я с ним пообщался в личке, и он сказал, что у него просто-напросто не было ничего, что можно было бы противопоставить пневмоинструменту, поэтому он продемонстрировал то, что у него было. Но, видите ли, в чем вся загвоздка. На момент заримой деятельности в моторемонте я, спустя некоторое время, после того, как попользовался каким-то абсолютно ноунейм-шмурдяком, заимел вот такой вот чудесный пневмогайковерт Lecotta 04048 с заявленным крутящим моментом в 1048 ньютон-метров. Я им пользовался очень долго, лет, наверное, 6. Я пользовался, в принципе, вот этой вот штукой, был крайне доволен, поскольку я его взял на тот момент самый мощный из тех, что были. И на момент, когда этот пневмогайковерт зарелизил Lecotta, это был один из самых мощных вообще, тех, которых можно было купить прямо в наличии. И потом, время спустя, когда я начал сотрудничество со всеми инструментами, так уж вышло, что я почему-то, в общем-то, полез в раздел электроинструмента и обнаружил там DeWalt DCF 899. Мы его прозвали Сатана, потому что это просто неостановимая сила. И вот здесь, как раз-таки, с этого момента у меня устоялось стойкое впечатление о том, что электроинструмент даст защику любому пневмоинструменту. Даня очень любит теорию, математический расчет и сухие данные. В принципе, на них он зачастую в своих видео и опирается, поскольку, в принципе... По-моему, вроде бы и ты тоже так же делаешь, Матвей, вроде бы, как бы, тоже на это опираешься часто. Это отчасти правильно. Это и правильный подход, однако. Я, поскольку, достаточно ленивый, меня цифры никогда особенно не интересовали. Да, не бзди, не бзди. Когда смотрели выпуски Доктора Дью, там частенько к цифрам иногда обращался. Я всегда предпочитал опираться на свой личный опыт. И вот здесь, когда... Ну, и исходя тоже из опыта одновременно. Не интересовали, и я всегда предпочитал опираться на свой личный опыт. И вот здесь, когда ты просто видишь, как вот этот вот гайковерт не может открутить то, что этот гайковерт откручивается с легкостью, конечно же, возникает стойкое впечатление о том, что электроударному инструменту равных нет. Этот пневматический ублюдок в три раза уделывает своего аккумуляторного собрата и еще на сдаче сверху остается. У меня, конечно же, аистовского пневмогайковерта нету. Ну да, он, в принципе, мне уже и не нужен, поскольку у меня и то, что есть, лежит без дела. Но вот, допустим, у меня есть Ханс, у которого крутящий момент приблизительно такой же, как у Аиста. Где-то в пределах 600-650 ньютон-метров. Ну и, конечно же, сравнивать несравнимое не совсем правильно, потому что здесь, когда у тебя 200 ньютон, а здесь 600, то понятное дело, что тот, который в три раза мощнее, он будет в три раза уделывать то, что слабее. А, ну и логично. У тебя, допустим, в руках, условно, как вот у меня, пневмогайковерт с заявленным крутящим моментом в 1048 ньютон-метров, и он проигрывает электрогайковерту с заявленным моментом в 960 ньютон-метров, здесь возникают вопросы. Это маркетинг или все-таки преимущество конструкции? Если закрутить резьбу ночи... Либо плачешь за какую-то надежность, которую предоставляет этот бренд, либо, ну, хуй его знает. 14 с помощью пневмы наш ударный гайковерт ее уже не возьмет. Опять же, хочу повторить, что в видео демонстрируется не гайковерт, а винтоверт, и у него совершенно другие задачи. Я надеюсь, вы понимаете, какие. Но даже если взять эквивалентный по мощности гайковерт и поставить на него головку на 20... Ну, чувство, когда ты такими приблудами не пользуешься и пользуешься просто обычными гаечными ключами, и даже не знаешь, что такие вещи существуют. Да-да-да-да, не удивляйся, я особо такими вещами не пользовался. Для меня это самое ключик взял в руку и погнал крутить. Ну, естественно, в некоторых местах, где сложно подобраться, такие вещи будут прям очень годно. Очень годно. Когда гаечным ключом совсем не подобраться. Чтобы не выдумывать всякие странные приблуды, которые как раз-таки доктор Дью снимает на своем канале. Да-да. То даже его размер и размер его квадрата на 3,8 дюйма говорит о том, что у него, собственно, задачи далеко не самые амбициозные по сравнению с его старшим братом. Пневматический гайковерт мощнее своего электрического собрата при примерно одинаковом весе. Нас интересует, в частности, вес чего. Если вес имеется в виду в плане удобства, то, конечно же, электрический гайковерт проигрывает пневматическому, потому что пневматический банально легче из-за того, что у него нету висящего снизу аккумулятора. Но если речь идет про вес самого молотка, который совершает работу, то нам ничего не стоит, чтобы разобрать каждый из этих инструментов и взвесить ту часть механизма, которая создает момент импульса. Молоток пневматического ударного гайковерта, молоток электрического. Конструкция фундаментально разная. Субъективно сейчас не оценить, какой из этих молотков тяжелее, поэтому мы сейчас постараемся все это разобрать максимально для того, чтобы отдельные части просто взвесить. Ведь какие-то серьезные вещи обсуждают. Прям серьезные вещи обсуждают. Прям на полной-полной серьезке-серьезке прям. Я тут не особенно претендую на какую-то научность, потому что с меня ученые так себе, но вот у меня есть какие-то весы, и, в общем-то, мы сейчас ими и воспользуемся. Слава богу, хотя бы жива батарейка. Берем молоток нашего электрического гайковерта, и он у нас весит 403 грамма. Теперь берем молоток пневматического гайковерта, и он у нас весит аж полкило. На 100 граммов тяжелее. В теории это, конечно, все классно, но жутко скучно и неинтересно. Поэтому мы переходим сейчас к практике. У меня есть вот такой вот болтецкий М20, и есть вот такая вот охапка подшипников 20 на 46, которые... Как же мы любим эти подшипники, особенно у рукодельников. Будут у нас здесь работать шайбочками. А также в наличии у меня наличествуют еще две гайки М20, и мы их сейчас будем закручивать до тех пор, пока не случится какой-нибудь Сталинград или Вьетнам. Тест будет максимально простой. Мы закручиваем одним гайковертом гайку, а другим откручиваем. Потом меняем гайковерты местами и проводим тот же самый эксперимент. Если этого будет мало, мы еще потом попытаемся эту гайку на этом болту сорвать. Так, момент у нас установлен максимальный. В магистрали у нас 6,1 атмосферы, точно так же, как указано в паспорте к этому гайковерту. Закручиваем. Все, он уперся в стену. Теперь мы берем эту же самую головку и электрический гайковерт. Ставим максимально возможный момент. А здесь у нас ни много ни мало 960 ньютон-метров, как я уже говорил, против 1048. И... Давайте теперь попробуем после нашего электрического гайковерта пневматическим открутить ту же самую гайку. Если что, я сейчас не мухлюю. Вот, смотрите. То есть на откручивание все работает. Открутил. Попробуем сорвать гайку. Все-таки есть смысл пневматики, да? Вот этим гайковертом. Гайка у нас уже подустала. У нас тут стружечка образовалась. Потому что это китайский болт, китайская гайка. Качество резьбы так себе. И я думаю, наверное... Надолго ее не хватит, да. Давайте начнем все-таки с пневматического. Поскольку я все еще считаю, что он слабее. Ну, то есть факты сами за себя говорят, несмотря на цифры. Закручиваем. Все, дальше не пойдет. А теперь давайте возьмем вот эту штуку. И попробуем натворить делов. Но фокус не получается. Потому что у нас слишком-слишком большой диаметр. Ну, мы сейчас поищем какой-нибудь болтик поменьше. И попробуем, в принципе, этот фокус. То есть сравним, сколько понадобится... Уже с большим болтом обсирается эта фигня. Усилия и времени тому и другому гайковерту, чтобы, к примеру, сорвать резьбу. Потому что, ну, найдется все равно у нас диаметр, с которым оба гайковерта справятся. Откручиваем. Придется подождать, пока компрессор накачает. Потому что это немножко нечестно по отношению к пневме. Поехали. Не откручивает. Еще раз показываю, ничего не переключая. Что все работало на откручивание. Потому что вот у нас переключатель. И теперь берем электрический, мой любимый. И откручиваем, собственно говоря, то, что он же и закрутил. Сейчас многие скажут, что пневмы раздрочили болтик, а электрической добили до конца. Болт М16, а вот гайка, к сожалению, только такая нашлась. Но это, в принципе, не особенно нам в чем-то помешает. И сейчас мы будем закручивать, пока не закрутим в последний раз. Ну, в общем, не спешит он тут ничего срывать. Вообще просто как в пенопласт. В резьбе амбец. Причем сейчас можно сделать даже вот так. Докрутить вот это вот несчастье. А я всегда задавался вопросом, реально. Вот пока не начал смотреть ролики Доктора Дью, я всегда задавался вопросом. Почему такие ублюдочные болты вот просто? Что с ними не так? Почему они все, сука, сыпятся? Как-то резьба после пары закручиваний куда-то. А это, оказывается, китайское качество болтов на самом деле. И я даже никогда не задумывался о таком, что, может быть, и нормальные болты есть, если ты покупаешь. Нормально было, а не вот это дешевку. И реально это удивительно. Ну, знаете, что самое грустное? Что даже в мебель такое пихают. Что такое даже в мебель пихают. А ты еще такой думаешь, о, мебель-то недорогая, прикольненько. Куплю мебель. Начинаешь закручивать эти болты, несколько переездов, и все. И все. Ну, хотя в дешевом мебели часто используется такой еще материал. Я помню, у меня и ручки, и дверки отваливались. Я думаю, бля, сколько не закручиваешь. Крутишь, болты смазываются. Думаешь, что-то тут не так. Реально. Вылазит болт, естественно. Особенно это касаемо мебели, которая стоит прям, ну реально, от пяти до десяти. Вот, к примеру, шкафы, чем-то такое. Вопросы, офицер? Ой-ой-ой. Получается, что теоретически крастер совершенно прав, и пневматика должна быть мощнее, поскольку у нее даже физический молоток больше весит. Но на практике оказывается все совершенно диаметрально противоположно. И создается такое впечатление, как будто молоток пневматического гайковерта в два раза легче, чем молоток электрического. Вот здесь, кстати, очень интересно было бы послушать каких-нибудь серьезных продвинутых инженеров, почему так происходит. Потому что моих лично знаний не хватает для того, чтобы объяснить этот феномен. Пишите и вы свои мнения в комментах, а я с удовольствием почитаю. Я здесь абсолютно не преследую цели опорочить Даню. Более того, он мой друг и коллега. И в первую очередь мне было интересно самому разобраться в этом вопросе, поскольку экспериментов подобных до этого я не ставил. И мое мнение о том, что я здесь сейчас озвучивал, было сугубо субъективным. А теперь оно подтверждено той самой практикой, которой я придерживаюсь. Не, ну, по сути, логично. Ну и нелогично. Тоже, вот он вроде извесил даже. И посмотрели. Если Аватееву не хватает знаний в этом вопросе, то мне уж и подобно не хватит, потому что у меня нет своей мастерской. Я не занимаюсь, так сказать, экспериментами с тем или иным оборудованием, и так далее. Я только могу как-то рассуждать логически. С одной стороны, пневма должна нормально идти, а с другой стороны, может еще зависеть от того, что взять, может, за основу попробовать с нормальными болтами, как это будет идти, а не с китайской дрочью. И проверить, как так же будет идти и прорабатываться получше. Кто знает. Кто знает. Хотя ладно. Хотя ладно. В принципе, комментарии и у меня тоже открыты. Я думаю, что очень подвязанный человек в этом деле всегда оставит свое мнение по этому поводу. Не только под этим роликом, но и у меня оставит под реакцией. Интересно будет просто почитать. Вот и все. Что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кто не подписан. И увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok